Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Первая сентябрьская неделя. О чем еще говорить? Как ни о школе, ни об образовании. Пахнет уже осенним листом, небо хмурится, и все в фейсбуке вешают фотографии своих первоклашек, второклашек или кого-либо, кто пошел в какой бы то ни было класс школы. Так что говорим мы сегодня об образовании. У нас в гостях журнал «Логос». Это уже не первый раз происходит в нашей студии. И его главный редактор Валерий Анашвили. Добрый вечер. Добрый вечер. И ректор Московской высшей школы социально-экономических наук Сергей Зуев. Добрый вечер, Сергей. И поговорить хотелось бы об университете. Вот в журнале «Логос» некоторое время тому назад был специальный выпуск под названием «Идея университета». И вот эта вот идея университета сейчас, вот эту первую сентябрьскую неделю, хотелось бы, так сказать, проблематизировать, задать вопрос. В чем заключается мое сомнение? Оно заключается в том, что университет, сама идея университета как чего-то большого, прекрасного, как некое его идеало просвещения, идеало создания всесторонне развитой гармоничной личности, он идет из какой-то другой эпохи. Из, может быть, даже Декартовской эпохи. Может быть, даже еще раньше из монашеской эпохи, когда университеты были как монастырские, как заведения закрытые, когда было понятие студенческой корпорации, когда был культ знания, культ книги. Все это огромная европейская история, умещающаяся почти в тысячу лет Болонскому университету, вот сейчас почти тысячу лет. Но эта история, как мне кажется, она потихоньку закрывается, и сейчас все заинтересованы в каких-то прагматических вещах. Для чего нужно человеку образование? Для того, чтобы обезопасить себя в жизни, получить какую-то профессию и более-менее успешно состояться. Вот даже само понятие «успешный человек». И в этом смысле, мне кажется, что традиционная высокая идея университета, она испытывает некий кризис. Так что вот об этом давайте и поговорим. Коллеги, ну как вы считаете, есть ли вот такой вот кризис, как я его описал, такое высокое университетское предназначение и нынешняя прагматичная, скептическая, циничная эпоха? Сергей. Ну, мне кажется, что можно говорить о кризисе, но не столько университета, сколько самой идеи образования, о чем вы, собственно, и сказали. Вот эта некоторая прагматичность получения профессии. Ну, в общем, есть образование, которые там очень тесно связаны друг с другом, но все-таки являются достаточно различными. Образование в этом смысле, конечно, на меня прагматично. Вообще, хорошее образование – это некоторое пространство, где есть много всякого ненужного. Ну, например, кому нужна классика, да, классическая история, кому нужно учить мертвый язык. Санскрит, да. Санскрит, там, греческий, древнегреческий, да, и так далее, и тому подобное. Но вот оказывается, и много раз оказывалось на протяжении человеческой, в частности, европейской истории, что вот эта избыточность, вот этот чистый ресурс, который непонятно куда девать, вдруг оказывался невероятно востребованным. Ну, начиная там от эпохи географических открытий, когда именно образование иезуитов, да, было, казалось, избыточным, казалось, чрезмерно изощренным. Ну, вот именно орден иезуитов, этот момент расширения географического освоения, новых открытий, собственно, и стал тем инструментом, с помощью которого европейская культура укореняла и адаптировала себя к новым пространствам. Вот так оказалось. Так оказалось в эпоху промышленных революций, когда именно там немецкие университеты, которые выстраивали определенный тип мышления, логики, формальной логики, собственно, стали такими источниками наиболее ярких событий в процессе промышленной революции, изобретений. То же самое случилось... Ну, и университеты, и даже помните, как это, битву Пресадовой выиграл прусский школьный учитель, вообще не система немецкого образования. Абсолютно, абсолютно, конечно, да. И в этом смысле понятно, что Бисмарк использовал университеты как мощнейший инструмент соединения Германии, потому что появился класс чиновников, который говорил на одном языке и пользовался одними понятиями вне зависимости от той земли, раздробленных земель, где эти университеты располагались. Ну, смотрите, вот я хочу спросить, но с другой стороны, вот приходит промышленная революция, и вместе с ней приходит вот этот весь мир специализации, создания вполне отдельных квалификаций. И не съедает ли в результате промышленная революция вот эту вот саму идею университета, создавая вот этих вот конвейер печатания специалистов, да, как вот у нас в Советском Союзе печатали специалисты для народного хозяйства. Была вся эта номенклатура специальностей. Да, конечно, была. И, в общем, сейчас очень многие говорят о том, что нам не хватает инженеров и конструкторов. Это правда. Это действительно так. Но при всем при этом даже эта конвейерная система производства предложила на образовательный рынок особый тип компетенции, а именно умение соединять различные операции, комбинировать, складывать из них различные мозаики. Собственно, управленческая идеология Тейлора и Форда, Фордизм. Да, конечно, там люди стояли у конвейера и производили однотипные операции. Хотя там об этом тоже можно поговорить. Это не совсем так, как нам показал Великий Чаплин. А вот такой вопрос. Сколько вообще нужно университета? Есть ли какое-то представление в обществе, какой процент людей должен обладать высшим образованием? Потому что, глядя на то, что произошло с нашим образованием за последние 20 лет, по-моему, в Советском Союзе было что-то около 20-30% населения получали высшее образование. Сейчас, извините, так сказать, куда ни плюнешь, попадешь в человека с двумя высшими образованиями. 85, я видел где-то цифру, 85% у нас имеют высшее образование. Это нормально, Валерий? Не могу сказать точно. Я не встречался с исследователями, которые подтверждали или опровергают твои цифры. Вернее, так, не 85% населения, 85% выпускников собираются продолжать обучение и получать высшее образование. Но при этом в Западной Европе в университеты, как ты знаешь, поступают люди без экзаменов, поэтому туда поступает практически все народы населения соответствующего возраста. Почти 100% выпускников гимназий и колледжей поступают в университеты. В средних школах. И люди отсеиваются в процессе обучения. И в разных странах по-разному. Ну, там от 5% в Германии до 30% в более южных странах европейских. Это проценты оканчивающих университет людей. То есть не 100%, да, а совсем даже наоборот. Сейчас вот эта баллонская система, она как раз ориентирована на то, в том числе, чтобы довести это число выпускников хотя бы там до 50-60%. Пока эта цифра меньше. Ну, если можно, я хотел вернуться к этому вопросу кризиса. Находится ли университет в кризисе? И да, и нет. Сейчас вот поясню кратко, что имею в виду. Вообще университетов на данный момент, типов университетов существует три в истории. Первый тип университета, о котором ты упоминал, это корпорация, профессор-студент, закрытая, как правило, основанная на шкалярском методе, ну, не, как правило, основанная на шкалярском методе обучения. Ну, старые европейские университеты, да. Это средняковый-средняковый университет. Оксбридж. Да, Оксбридж, ну, или вот там Болония, на основании которой строились другие европейские университеты, на основании образа которых. И ясно, что к самому началу XIX века эта система шкалярская, которая лишь транслировала знания и вообще исключала какую-либо систему образования. Там различалась, вот, собственно, Гумбельт стал различать систему обучения и систему образования. Вот старый средняковый университет это система обучения. Только трансляции знаний, без какой-либо прагматической цели, в общем, без какого-либо исследования и так далее, и так далее. Но поскольку обществом нужны были исследования, появились как раз в конце XVIII века Академии, куда, собственно, система исследований и была перенесена. Но университет нужно было как-то реанимировать, поэтому появился Гумбольтовский, так называемый университет, который Гумбольт основал в Берлине в 1910 году, и который был построен совершенно по другим принципам, чем средняковый университет. Туда были внедрены в университет впервые исследования как таковые, и Гумбольт объявил университет отныне тем, что объединяет исследования и образования. Это так называемый модернистский университет, который исчерпал себя в современную эпоху, его сменил университет, тот, в котором мы все сейчас преподаем. Университет как бюрократическая корпорация. И вот здесь возникает кризис, или идея кризиса, потому что представитель университета, профессор-копределательский состав, живет еще идеей Гумбольтовского университета, идеалами, точнее, Гумбольтовского университета, главным принципом которой являлась следующая фраза – «уединение и свобода». Помните, да? «Уединение и свобода» Гумбольт характеризовал этой фразой следующей, что преподаватели, студенты, профессоры, студенты должны находиться в уединении и заниматься совместными исследованиями. При этом, что они исследуют и как они преподают, является абсолютно свободным актом выбора воли преподавателя, профессора. Никого другого. На него нельзя влиять и так далее. То есть, свобода и уединение. Мы продолжаем жить этим мифом. Хотя университет стал уже совсем другим. Это уже давно бюрократическая корпорация, не более того. Или бюрократическая, или коммерческая. Просто провайдер услуг в третьем секторе. Ну, и то, и другое. Я думаю, и то, и другое. Университет как предприниматель, как предпринимательская корпорация, достаточно безбюрократизированная. Это, конечно, XX век. Это век массовых профессий. Век технологичной подготовки большого количества людей, что, собственно говоря, и определило положение этого товара на рынке услуг. И в этом смысле, да, конечно, предпринимательский. Почему у нас, возвращаясь на нашу грешную землю, почему у нас так популярна эта услуга? Почему у нас сейчас такой запрос на высшее образование? Пока не говорим о его качестве, пока говорим, что там все есть межгалактические академии туризма, вот, все эти и так далее. Зачем? Ну, в этом смысле давно там высшее образование в России, безусловно, давно превратилось в высшее среднее. Да, и, ну, точно так же, как там положено получить среднее образование, и вот уже там 100% населения положено получить высшее. Я бы даже уточнил, там не 85%. В позапрошлом году количество поступивших в университет сравнялось по количеству с количеством выпускников в школу. Все. Мы, значит, приехали. А дальше возникает низшее высшее образование, среднее высшее образование и высшее высшее образование. Собственно говоря, это процесс, который идет по всему миру. Да, и вот это расслоение, оно там, безусловно, присутствует. В этом смысле, когда мы говорим о кризисе, ваш первый вопрос, для всех этих трех зон или трех уровней есть разные кризисы. Да, и мне кажется, что для высшего-высшего, то есть для элиты, Ivy League в широком смысле, да, там вот этой лиги... Лиги Плюща. Лиги Плюща, да. Собственно говоря, кризиса нет. Они вполне нормальны. Более того, они принимают некоторые ограничительные меры. Это к вопросу о статусе образования в мире. Они говорят, что, например, не более 30% бюджета университета должно поступать от платы за обучение. Потому что, если университет позволяет себе там больше, чем 30%, то он превращается вот как раз вот в этого самого... Провайдера. Провайдера услуг. Совершенно верно. И это резко снижает качество. И приводит, собственно, к исчезновению вот этого высшего-высшего образования. А остальные 70% у них откуда? Эндаументы вот эти вот? Ну, в принципе, очень по-разному. Конечно, исследования. Эндаументы, в общем, они... Ну, да, конечно, есть там невероятно богатые университеты, там типа Гарварда или Стэнфорда, и Беркли, или там Оксфорда. Ну, Оксфорд же, да. Но, в принципе, очень много там зависит от консалтинга и исследований. В этом смысле, в другом смысле, конечно, университет тоже есть, но уже предприниматель по-другому. Это не просто место трансляции знаний во времени, да, и сохранение их внеизменности, а это место возобновления знаний за счет тех исследовательских или консалтинговых проектов, которые во множестве в университете ведутся. Собственно говоря, там американский профессор, я вам скажу, это прежде всего орг, в смысле организатор. Да, это человек грамотный, он прекрасно разбирается в своей области, но полный профессор в какой-нибудь, я не знаю, там школе бизнеса, уж тем более, но неважно, там в любой области дисциплинарной, это человек, который способен сделать исследовательский проект. Он знает, как делать проекты. У него есть вот эта особая компетенция. Но это не означает ли размывание вот этого вот академического идеала, вот этого хомо академикус, человека в башне слоновой кости, который там годами может готовить собственный курс, читать собственный курс. Он превращается просто в менеджера. Это очень интересная тема. Мне кажется, что вообще мы сейчас как бы можем применять вот эту тему смены парадигмы не только по отношению к университетам, это вообще ко всей сфере жизнедеятельности европейской культуры. Ну, например, там, ну, система пенсионного обеспечения, придуманная в Пруссии для индустриальных рабочих, средний возраст которых дожития был 45 лет, она наступала в 60, понятно, она там работала. Сейчас та штука, придуманная Бисмарком для своих там индустриальных рабочих, она точно не может работать, во что упираются многие страны. или там система здравоохранения, которая была построена в индустриальной индустриальной платформе там в 19-20 веке с определенным стандартом услуг, она тоже переживает свой кризис. В этом смысле все институты, пришедшие из этого периода, из 17-го по 20-й век, они, безусловно, переживают кризис и ищут свою новую парадигму. Ну, вот, продолжим наш разговор о кризисе университета, о том, какие из него выходы после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим о кризисе университета. Или есть ли он, этот кризис университета? Университет в эпоху сомнения, радикального сомнения, критического сомнения. Говорим с нашими гостями. Это ректор Московской высшей школы социально-экономических наук Сергей Зуев и главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили. Вы знаете, я хочу все-таки еще раз поговорить о тех мотивациях, помимо того, что мы говорим о высоком предназначении университета, о том, почему у нас люди идут в университет. Мне кажется, что вот сейчас в России по меньшей мере, да я думаю и в мире в целом, университет превратился в некое подобие страхового полиса. Люди не совсем понимают, зачем он им нужен, но они инвестируют деньги в некую безопасность и в некую, так сказать, ну это как вот инвестиция в будущее. На всякий случай. Человек на всякий случай покупает страховку жизни, точно так же человек на всякий случай получает высшее образование. По крайней мере, глядя на многих, не скажу на всех, на многих студентов российских, люди просто зачем-то выполняют вот этот вот непонятный ритуал, где они в течение там четырех-пяти лет приседают на корточке, делают КУ, получают за это какие-то зачетки, а затем выходят в жизнь и занимаются чем-то совсем иным, чему их учили в университете. И вот мне кажется, что вот это вот какая-то произошла у нас очень сильная ритуализация вот этой вот университетской жизни. Отсюда почему собственно и коррупция, мне кажется, Потому что кажется, зачем, собственно, если все равно я буду чем-то другим заниматься, вот, мне легче купить вот этот вот диплом. На мой взгляд, коррупция происходит из других мотивов, а именно из мотивов прежде всего вступительного входа, то есть вступительных экзаменов в российские вузы. Но это отдельная история совсем. Мне не впадали социологические исследования, которые объясняли бы мотивировку людей, абитуриентов, поступающих в высшую учебные заведения. Поясню, почему я скептически к этой идее отношусь вообще, попытки увидеть их мотивацию. Сколько студентов работают, обучаясь в вузах? Много. Подавляющее, я думаю, число. Это означает, что диплом ровным счетом ничего не означает. Они уже работают. Более того, когда они получат диплом, они не получат при этом большую гарантию, связанную с тем, что будут обеспечены рабочими местами. У нас даже какое-то предпрепреждительное название диплома, корочка, я даже в других языках этого не встречал. Корочка-то все-таки советская еще. Ну, мне кажется, сейчас тоже. Ну, может быть, да, сейчас немножко больше, но все равно многие говорят вот это. По-моему, сейчас это уже иногда даже и не корочка, а это уже чуть ли не виртуализированные какие-то объекты в интернете. Ну да, ну да. То есть, диплом является лишь фиксирующей корочкой процессы, которые так уже у человека в жизни идет. Он уже работает, и он уже либо продолжит работу, либо будет уволен. Это не зависит от этой корочки. Так вот зачем человек... Ну, для юношей понятно, где есть военная кафедра, это срочка от армии. Ну, с одной стороны. С другой стороны, все-таки не будем забывать вечно истинное утверждение Аристотеля, что каждый человек по природе стремится к знанию. И это, в общем, особенно молодой... Оно сохранилось? Я верю ему. Сергей, вы считаете, это сохранилось в современном обществе? Просто университет эту функцию уже не выполняет, то есть он уже знаний не дает. Каждый человек, конечно, стремится к новому. Ну, человек остается человеком, если он стремится к новому, если он не равен самому себе и своей предыдущей истории. Если он... Все, он уже на пенсии, вне зависимости от того, сколько ему, 17, 60, там, или 45. В этом смысле, да, стремление к новому, конечно. Но, понимаете, я вот здесь вот тут несколько вопросов очень интересных. Вот известно, что порядка 70% выпускников по всему миру, в том числе из лучших университетов общепризнанных, там, вот, мировых лидеров, не работают по той специальности, которую они получили. И это нормально. Поскольку смена технологий и технологических платформ, там, я не знаю, происходит раз в 5-7 лет уже, по сравнению даже с серединой 20-го века. То есть поступая, человек еще не знает, какая профессия будет... Абсолютно. Нет, да, я... Сережа, можно, я тебя перелектирую. Вот именно для... Вот, собственно, о чем ты говоришь. Об этом думали европейские чиновники, когда вводили баланс к системе, они думали как раз об этом. А именно, происходит разделение в Европе, у нас это не работает, это удивительный парадокс, об этом тоже стоило бы поговорить. Что такое баланс к системе? Бакалавриат и магистратура, в том числе развлечения вот этих двух типов образования. Бакалавриат – это подготовка людей, не дающие специализации, а лишь предоставляющие общую сумму знаний в той или иной отрасли. Намечающая специализация. Намечающая специализация. Контурно. То есть, это означает, что человек, который закончил бакалавриат, например, он ориентировался на, не знаю, информатику какую-то, но в тот момент, когда программисты более не нужны, изобрели какой-нибудь компьютер, который сам себя уже начинает программировать, этот человек берет и перестраивается, не знаю, в осенизаторы, потому что его бакалаврская подготовка позволяет это сделать. А вот именно магистратура, это и есть та углубленная, та заточка под определенный, зачем нужны большого количества бакалавр. Именно в силу того, что темпы экономического и социального развития общества таковы, что быстро отмирают определенные профессии и высшее образование не всегда поспевает за необходимость подготовки кадров и выброса на рынок необходимое количество специалистов или уже не необходимое количество специалистов. Ну, да. Собственно, под это и делалась эта реформа, да? Малунский процесс. Ну, и... Что у нас, как ты понимаешь, не работает. Ты понимаешь, чем у нас готовят в бакалавриате? Бакалавриате. А дальше... У нас же продолжают готовить специалисты в бакалавриате, не понимая, для чего нужно развлечение бакалавриата. Специалистов для народного хозяйства, которые уже не нужны. По той же самой номенклатуре все эти два нуля, точка. Совершенно верно. При том, что они, ну, за редким исключением по этим специальностям работать не будут. Есть, конечно, отдельные вот там вуз-лидеры там в России, да, которые, ну, фактически воспроизводят школы. Но, в общем, их число очень невелико. А, в принципе, конечно же, именно поэтому, кстати, почему Валера сказал, что именно такой бакалавриат, скажем, Соединенные Штаты, не потому что Америка, Америка, подумаешь, Америка, но они реально там во второй половине 20 века стали абсолютными лидерами по экспорту образования высшего. При очень плохой системе среднего, между прочим. Да, и дальше, понятно почему, потому что они ввели систему либерал-арц. Потому что это система именно образования. Давайте немножко поясним нашим слушателям, что это система выбора, свободного выбора из какого-то определенного набора дисциплин. Абсолютно, да. Вот у моего приятеля, который сейчас там профессор в Оксфорде, учится девочка. Она там с русскими корнями приехала из Америки. Она вот оканчивала бакалавриат в Соединенных Штатах. У нее там мейджор или основная специализация по биохимии. У нее майнер, то есть вторая специализация по истории и музыке. А у него на диссертацию магистерскую пишут по истории экономики, по истории теории экономики. Это люди, которые там свободно ориентируются в пространстве, вот знанием, как его называют, умеют работать с большими массивами информации, быстро адаптируются к новым профессиональным или социальным полям. Они умеют путешествовать. В этом смысле человек с хорошим образованием это профессиональный путешественник. Географический, профессиональный, социальный, культурный. Он умеет быстро брать, он быстро адаптирует себя, у него есть особые компетенции, которые позволяют ему выживать в этом мире. В нашей системе это абсолютно невозможно. Это как ракета, которую ты запустил на старте, вот все, так сказать, ошибка в расчетах на один градус, и пошла ракета по траектории не на Марс, а на Венеру. Абсолютно точно. Вообще вся система стандартов, при том, что вот следующее поколение стандартов, я их смотрел, незначительно лучше, кстати говоря, но вся система стандартов, не позволяющая вот такой бакалавриат, о котором Валерий говорил, или о котором я говорю, сделать, собственно, это и есть ограничение вот для современной системы образования в этом классическом смысле слова. Потому что я как раз считаю, что образование, безусловно, остается наиважнейшим институтом. Да, и оно по-прежнему выполняет на самом-то деле те же функции, что оно выполняло там 500 лет назад. На Западе вообще нет стандартов как таковых? Там принципиально другая система, потому что на Западе стандарты может выработать и университет, но он будет отвечать за тот стандарт или там недостандарт подготовки своим дипломом. Там нет государственного диплома. Но в Германии стандартов, разумеется, нет никаких. Профессор создает свой учебный курс и его читает. Ну, собственно, да, единственной лицензией является то, что ты получил там диплом Мангеймского или Тюбингенского университета и имя этого университета уже само по себе гарантирует качество без минобровских стандартов. Абсолютно без минобровских стандартов. А дальше, пожалуйста, ребята, сревнуйтесь. Да, там ты можешь закончить университет Индианы или ты можешь закончить университет во Фрайбурге или Болонский университет, но в этом смысле ты обладатель диплома данного конкретного университета. И государство не размазывает кашу по тарелке и не меряет среднюю температуру по больнице. При этом есть любопытные факты, скажем, величина университета или величина того или иного отделения совершенно никак не связана с качеством, что не понимают наши образовательные руководители. То есть, например, в Берлинском университете 51 профессора занимается германистикой. И германистикой в Берлинском университете на германистике учатся 5000 студентов. При этом, если спросить у любого германиста в мире, где самая сильная германистика, Берлин никому не придет в голову. Придет в голову Тюбинген и Фрайбург, где в одном 18 профессоров, в другом 17 профессоров и так далее. То есть, это парадокс, который для нас кажется парадоксом. Для европейцев это парадокс милиции, потому что есть центры влияния, они не обязательно большие, и туда не обязательно вкачивать много денег. Как выражение, когда голодно, ничего не растет, а когда очень много пищи, когда пища обильна, растет не голова, а живот. То есть, улучшений не происходит. Ну, вот я понимаю, что сейчас, конечно, главное – это воспроизводство какого-то неспециальности, не какой-то определенной дисциплины, а воспроизводство некого объема знаний, чтобы человек был максимально широко образован. Вот если с этой точки зрения посмотреть, может быть, тогда очень важно, получается, гуманитарное образование, то есть, как некое такое верхушечное, надстроечное, особенно если брать, я не знаю, такие вещи, как вот философия, например. Я здесь к чему веду? К тому вот… Действительно, к чему-то веду? Да, так сказать, у нас вот философ, по крайней мере, один лицензированный, Валерий. Все помним, какой был шум весной нынешнего года, 2013-го, когда фактически закрыли философию в РГГУ. И, собственно, вопрос стоял тогда так, что вот эффективные менеджеры – это образование, которое сейчас всем рулят, и, так сказать, реформирует российское образование, как одновременно реформируется российская культура, российская наука, российское здравоохранение в таком, в технократическом ключе, в дегуманитаризирующем ключе. Ну, так вот, они как раз и говорили, а зачем, что толку от философии? Так вот, это как раз в противоречии с той логикой, о которой мы здесь говорим. Тебе интересует история с РГГУ или… Ну, с РГГУ, по-моему, все хорошо кончилось, как я понимаю. С РГГУ – это не за печальная история с РГГУ, потому что сама идея создания мощного гуманитарного центра, да, она, ну, к сожалению, приходит к своему концу. Но я бы сказал следующее, если отвечать на более общий вопрос. Гуманитарное образование… Понимаете, в этом смысле… Давайте вот один пример. Один мой приятель, будучи ректором одного регионального вуза, как-то мне говорил, рассказывал, что не могли найти хорошего математика. Ну, пропадавать на какой-то там программе, там очень важной для них программе. Ну, город, хорошего математика нет. Что такое математика? Формально-логическое мышление. Если это, собственно, не математический факультет, а математика там для других специальностей. Они придумали выход. У них не было хорошего математика, но в городе жил чемпион мира по бриджу, по карточной игре. И они стали вместо математики преподавать бридж, который ставит то же самое формально-логическое мышление. Да, теория вероятности, статистика. Абсолютно. Все то же самое, да. В этом смысле учебный материал может быть разным. Важна на самом деле компетенция, которая вырастает на этом учебном материале. То есть, грубо говоря, на той же математике можно выращивать разные компетенции. Можно формально-логическое мышление, а можно воображение. Аналогичным образом можно поступать с гуманитарными предметами. Но гуманитарные предметы просто, они более гибки в плане конструкции материала, в плане подачи этого материала, в плане его накапливания и так далее. Поэтому на гуманитарных предметах, помимо вот чистой профессионализации, если ты не просто историк, если ты не просто, я не знаю, лингвист и так далее, просто можно ставить вот эти базовые профессиональные и общесоциальные компетенции. В этом смысле важно гуманитарное образование. Поэтому программы Массачусетского университета обязательно содержат внутри себя тот или иной курс по истории, литературы, от Толстого или куда-то дальше, по русской литературе, например. Странное дело, зачем это инженеру и конструктору? Вот они вот это делают. То есть и менеджеру, и банкиру, вот это вот нужно как-то, чтобы у нас лучше понимали, потому что очень часто последние годы я сталкиваюсь с таким вопросом, да, а зачем мне это нужно? Ну, не впрямую задается. Я вот, скажем, в Америке в свое время был, там вы могут впрямую задать. Ты вот выходишь к студентам сначала, и ты им объясняешь, для чего им нужны те вещи, которые ты им собираешься преподавать. Не вообще, что это абстрактное знание, а вот при вот этом американском всем прагматизме, ты говоришь, что вот вам это нужно знать потому-то и потому-то. Не потому, что это знание, а потому, что это знание для чего-то. Вот если в общих чертах, да, две вещи. Хотел бы сказать, общий ответ, что только гуманитарное знание дает базовые навыки гражданину современного общества. Если быть пафосным и говорить, что гражданин современного общества должен быть достойным демократических форм правления, так вот критическое мышление и способность понять другого – это то, что дает гуманитарное образование. Технические образования или управленческие навыки этого не дают. Они дают совершенно другой тип компетенции. И лишь гуманитарии в состоянии предоставить гражданину эти формы мышления и научить его этим навыкам быть критичным, да, и понимание других. Это общий ответ. А вот частный… Почему я, кстати, понимаю, почему государству не очень-то нужны эти навыки современному российскому? Да, 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 современному российскому. А вот не нашему нужны, от этого страдает в том числе мы. Вот я, давай, расскажу эту историю коротко. В свое время американцы, понимая, что нужно гуманитарное образование, нужно продвигать свой образ, мысли и так далее, и так далее, свою идеологию во всем мире, интенсивно поддерживали несколько институтов, а именно «Радио Свобода», сегодня мы с другом, с моим это обсуждали, «Радио Свобода» по всему миру, да, который мы слушали и насыщались американской идеологией, «Голливуд» и еще несколько такого рода институтов. Начиная с Клинтона, ситуация изменилась, стали сокращаться эти формы поддержки, и деньги американского правительства, поддерживающего американскую идеологию во всем мире, начали перекочевывать в университеты. Была создана ассоциация, которая управляла этим процессом. Что это означает? Это означает, что американские вузы, ведущие, стали организовать филиалы по всему миру, и плюс миру была навязана вот эта система обмена профессорско-пропетровским составом. Как вы знаете, сейчас огромное количество вузов и филиалов по всему миру, американских университетов, чему все радуются. А мы, например, получаем следующее. Система рейтингования вузов, которую наше министерство образования вводит, ориентируясь на американскую модель, которую они пытаются внедрить во всем мире, включает, например, такой пункт, сколько в вашем вузе преподавателей иностранцев. И вот, например, на философском факультете нашего вуза сейчас приняли трех иностранных профессоров. Понятно, что это остаточный принцип, и эти люди не смогли найти работу еще на родине, в том числе двое американцев. Тем самым американцы еще выполняют одну задачу. Они импортируют безработицу, потому что на место этих трех иностранцев, значит, не приняли трех российских преподавателей. Более того, эти три иностранца начинают, поскольку они типа иностранцы, получают чудовищные, по сравнению с другими преподавателями в культете, зарплаты, разумеется. А дальше ты спрашиваешь, откуда кризис в головах? Как воспринимают преподаватели эту идею? Вот сейчас начинают преподавать какие-то иностранцы, непонятно по-английски, непонятно, зачем это нужно, когда есть вроде бы квалифицированные наши преподаватели. Они лишаются работы, ну и так далее, и так далее. Ну, это расширяет оптику, это расширяет языковые компетенции. Это языковые компетенции можно по-другому расширять. Ну, честно, вот я там не сторонник теории Загорова. Да это не Загоров, почему? Захвата. Нет, то, что... С чем согласен? Согласен с тем, что, безусловно, образование приобретает транснациональные масштабы. То есть, грубо говоря, там, в университетской среде, постепенно создаются транснациональные корпорации, так называемые университетские ассоциации или союзы, из университетов, которые находятся в разных точках мира, и которые там в чем-то там согласуют свою политику. С другой стороны, ну, ну, правда, в этом смысле, наличие разноязычия, в этом смысле, я бы начинал не с наличия там этих самых иностранцев-преподавателей. Вы знаете, у меня вот младшая дочь училась в Англии, там, в школе, да, и она вот приходит ко мне еще, будучи не выпускницей, и рассказывает, там, папа, мы делаем проекты там в школе по биологии в пятом или шестом классе. Я говорю, а что это за проект? Она говорит, выращиваем бобы. Я говорю, а что у вас при этом происходит? Ну, как, вот мы в очереди ухаживаем за бабами, а кто, говорю, у вас в группе? Ну, говорит, это я в группе. Вот там вот девочка, которая из Африки приехала, такая вот черненькая, вот там вот две девочки-англичанки, один мальчик-англичанин, один мальчик-китаец и девушечка-японка, которые живут, значит, вот учатся в этой школе. И выращивают бомбы все вместе. Все вместе выращивают бомбы. Теперь, что они делают в этом проекте? Они боб выращивают? Или вот эти, она мне говорит, что это вот девочка. Они производят коммуникацию. Именно, именно, это есть устройство, там, реальное, актуальное устройство английского общества, там, в определенном, там, региональном разрезе, да, с этими потоками миграции и так далее. Они учатся друг друга понимать. В этом смысле группы обучающихся студентов должны быть максимально разнообразные. Это может достигаться за счет разноязычия, это может достигаться за счет еще чего-то, потому что это создает напряжение, которое заставляет человека напрягаться и включать функцию понимания, рефлексии и мышления. Ну, вот замечательный пример, действительно, что мы учим в университетах не каким-то определенным специальностям и квалификациям, а мы учим понимать другого, мы учим коммуницировать с другими и как бы расшивать, расшоривать собственное сознание. Абсолютно точно. Про то продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» в эфире. Говорим сегодня об университете, о кризисе университетского образования, о том, как университеты с этим кризисом справляются в эту первую учебную неделю нового учебного года. В гостях у нас ректор Московской высшей школы социально-экономических наук Сергей Зуев и главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили. Вы знаете, я хочу здесь немножко вернуться назад к советской системе образования. Насколько советский университет отвечал вот этим вот гумбольтовским принципам? Принципам универсальности, принципам всеобщего знания. Ведь если так и задуматься, Советский Союз был таким большим просветительским проектом, идущим от эпохи просвещения. Да, я поясню все-таки сначала для слушателей основные принципы гумбольтовского университета. Мы о них говорили в начале разговора, но они были не все обозначены. Первое — это единство исследования и образования. Исследовательский университет. Да, второе — свобода. Вот основные принципы. Что значит исследование и образование? Это означает, вот мы в начале пытались об этом сказать, не происходит обучение, то есть не читается никаких лекций. Более того, гумбольт настаивал на том, что преподавание, то есть чтение лекций профессорам, является одной из форм и досуга профессора, потому что основная деятельность — это исследовательская, и в соответствии с ростом студента от курса к курсу, его участие в совместных с профессором исследований получает все более и более высокий статус. Диплом является абсолютно самостоятельной работой. И студенты на протяжении обучения должны не слушать лекции преподавателя, а должны участвовать с ним в совместных исследованиях, набираясь опыта, знаний и получая вот эту квалификацию исследователя, то есть квалификацию ученого. Ну, то есть в Советском Союзе такой идеал практически... Его и не было, в принципе. Более того, вот эта идея свобода, то есть свободного чтения лекций, да, и свободного исследования, идеал гумбольтского университета, он, конечно, в Советском Союзе полностью отсутствовал, потому что тотальное наличие стандартов, человек не мог читать, что хотел. Или попытки, я думаю, на Заре, на Фистех, на Фистех, на Фистех, на Фистех, именно, я тоже вспоминаю про Фистех. Возможность то, что он слушает в аудитории, соразмерять с некоторой там практикой исследовательской там или проектной деятельности. Это, конечно, было. И Фистех был очень хорошим примером. И до сих пор остается, я думаю, там почти недостижимым образцом. Другое дело, что там были совершенно замечательные люди во главе этого движения, которые профессора, какой-нибудь академик Рошенбах, которые, помимо всего прочего, прекрасно знал китайскую поэзию и собирал коллекцию древневосточного искусства. Это люди совершенно энциклопедически образованные. Я думаю, что это как раз из 30-х годов откопиться от этой семьи, семьи в широком смысле, от этого широкого гуманитарного контекста, который эти люди, помимо того, что они хорошо знали физику, на себе несли. Валерий. Я хотел сказать следующее. С одной стороны, да, можно критиковать советское образование, но, тем не менее, в некотором смысле, было лучше, то есть лучше жилось, были меньше нагрузки у проведенского предприятия. Валерий, вот сейчас свои проблемы. Я просто поясняю. Проводилось... И иностранцев не брали, конкуренции. Проводились исследования, что происходит в связи с этими всеми стандартами, которые министерство навязывает в УЗУ. Проводилось исследование с логической, закрытой, скажем, университет Н. В нем это среднестатический университет. В 32 раза, по сравнению с 90-ми годами, увеличилось количество административных работников. В 32 раза. Это люди, которые начинают заниматься... Несколько людей набирается, чтобы этот 94-й закон осуществлять, то есть по госзапугам, потому что иначе, если не будет специальных людей, просто посадят все руководство университета. Люди, которые пишут отчеты и так далее. В 32 раза увеличивается в среднем. При этом ставок на таких людей министерство не предполагает. И ВУЗы не имеют ставок на такое количество увеличения административных. Это значит, что руководство любого ВУЗа должно откусывать у профессорского состава ставки и передавать их административным работникам. Это значит, сокращаются ставки у преподавателей при увеличении нагрузки. Увеличиваются часы. Увеличиваются часы. Денегам никто больше не платит. Даже деньги передаются не им, а административным сотрудникам. И так далее, и так далее. Вот внутренний кризис университета. Поэтому преподавательский состав в нашей стране резко и сильно ощущает этот кризис изнутри. Потому что каждый шаг, каждый семестр, они получают какую-то инновацию, которая ухудшает их положение. Государство душит университет в своих объятиях. Да, искренне желаю узнать, а что там у вас происходит? Напишите еще 50 отчетов, пожалуйста, что у вас там произошло за последние два месяца. Ну вот, знаете, я небольшой поклонник вмешательства, как вы поняли, государства в дела университетов. Более того, я даже здесь достаточно радикален и считаю, что университетский диплом значительно более важнее, чем государственный. Но должен сказать, что вообще-то, вот лучшие российские университеты, они по зарплатам профессуры абсолютно соразмерны с лучшими зарубежными университетами. Я знаю, сколько получает профессор гуманитарий, скажем, в Оксфорде. Ну, точно знаю. Я знаю, сколько он получает, там, не знаю, даже в Беркли. Сереж, ну, это сильное утверждение. Профессор в Германии, средняя зарплатная плата 5-тире, там, если полный профессор, 8, по-моему, 9 тысяч евро. Сейчас, подожди, я просто не договорил. О чем ты говоришь? Где такие зарплаты? У кого? Даже в школе экономики профессоров такого нет. Нет, я просто говорю о том, что... Я не говорю, что зарплаты в абсолютном выражении у российской профессуры равны. Я просто говорю, что доля расходов университета на административный персонал в каком-нибудь Манчестерском университете или, там, я не знаю, в университете в Сорбонне, доля не меньше, чем в российском университете. Что делают эти люди там? Они пишут отчеты в министерстве, особенно в Англии, где нет министерства образования. Куда они там пишут? Бюрократизация, в этом смысле, университетов не имеет национальных границ. В этом смысле... Согласись, поэтому вначале я сказал, что современный университет — это бюрократическая корпорация. Да. И в этом смысле они, кстати, там, в той же Англии пишут отчеты, и много отчетов. И я просто очень хорошо с этим в своей московской высшей школе знаком, поскольку мы партнерствуем с тем самым Манчестерским университетом, которому я очень благодарен за многое. Но я точно знаю, что такое там спецификация программ, какие надо бумажки собрать для того, чтобы запустить новую программу, согласовать это с партнером и так далее. Там бюрократии не меньше. В этом смысле не надо идеализировать. И доля бюджета, который выделяется там на административный персонал, не меньше, а иногда больше, чем здесь. Хорошо. И что же с этим делать совсем? Надо исключить государственное вмешательство, но как исключить государственное вмешательство без государственных денег? Ведь государство все-таки поддерживает, если брать европейскую модель и российскую модель существования университетов. Конечно, государство поддерживает. В этом смысле только очень небольшая доля университетов может являться так называемыми самоокупаемыми. Это достаточно условно. Везде государство поддерживает университеты. Но в этом смысле поддержка университетов в ряде стран и в ряде примеров не является основанием для навязывания тех или иных логик поведения. Это совершенно другой принцип, связанный с тем, что, конечно же, университеты поддерживать нужно, по крайней мере, если это в государственной стратегии, считается важным. Это практически в любой государственной стратегии при конкуренции за человеческий ресурс в современном мире является важным. А вообще, в связи с государственной поддержкой, высшее образование — это универсальное общественное благо? Все ли должны иметь доступ к высшему образованию? И должен ли быть у людей свободный или конкурентный доступ к этому благу? Ну, это ведь, опять же, когда мы говорим высшее образование, мы имеем дело, с моей точки зрения, как минимум, с тремя уровнями. С тремя уровнями, о которых вы говорили. Минившее, среднее и высшее. Все ли должны иметь доступ к высшему, к высшему? Доступ — да. Но, понимаете, вот, ну, я не знаю, тоже не образец преподражания, но просто для примера, там, Стэнфордский университет невероятно дорогой по обучению. На первом курсе, да, там, в основном, там, дети, ну, в общем, из очень обеспеченных семей. Те, которые имеют возможность заплатить. Я думаю, чтобы наши слушатели понимали, там, 100 тысяч, да, нормальная совершенно плата за обучение. 30-50 тысяч долларов за год совершенно нормальная, да, в том числе, там, ряд специальностей, это и для, ну, в общем, это и для граждан США. Медицинский, юридический, там, по-моему, до 100 тысяч может доходить. До 100 тысяч может доходить, да. В год. Да, да, совершенно верно. Дальше происходит очень интересная вещь. Там же действительно университет хороший, нагрузка большая. Вот люди, поступившие, или состав группы, поступившие на первый курс, и состав группы, учащиеся на третьем курсе бакалавриата, там же трехлетний бакалавриат, это две большие разницы. Они просто, те, кто не выдерживают, уходят. Но поскольку в Соединенных Штатах, там, достаточно разветвленная система грантовой поддержки, и человек, закончивший первый семестр, или, там, первый год, с хорошими результатами, может претендовать или подать, там, заявку на поддержку, на обучение в университете более высокого уровня, то постепенно вот эти, там, более талантливые ребята вытесняют более богатых. Но это, возможно, за счет особого типа инфраструктуры, поддержки, которая там существует, я не знаю. В Китае это делается по-другому, да, противоположный пример. Но у китайцев достаточно разветвленная система государственных грантов. Там не частные фонды, а там государственные гранты. Более того, кстати, к вопросу международности, китайцы ежегодно порядка миллиона людей завозят свои магистратуры с разных концов мира. Это Россия-то прохранила, когда открыли университет, первые сто лет завозили студентов из Германии, потому что здесь никто учиться не хотел в 18 веке из русских граждан. Нет, там очень высокий, очень высокий спрос на высшее образование. Да, я понимаю. Но я приезжаю в город Ухань, это провинциальный город, который там еще 20-25 лет назад был абсолютно индустриальным. Значит, там небольшой такой городок на 9 миллионов человек. Да, из этих 9 миллионов оказывается, миллион 300 тысяч, это студенты. Это все произошло за последние 20-25 лет. Я захожу в аудиторию читать лекцию. Значит, ребята, ну, понятно, из Китая, из Африки очень много, весь Индокитай, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Восточная Европа, все в одной аудитории. Вот 50 человек, которые сидели, меня слушали. Это гранты, государственные гранты Китая. Это не та система, которая в Соединенных Штатах. В этом смысле страны-лидеры, которые там ставят на образование, ставят на качество человеческих ресурсов своих, привлекают к себе эти ресурсы, и выбрасывают их вовне, как своих союзников. Эти страны очень много внимания уделяют вот этой вертикальной, горизонтальной мобильности. А вот как в Стэнфорде это происходит, это так, в Китае это происходит по-другому, в Японии это происходит по-третьему, там как-то не работает. Но вот сейчас немцы решают проблемы своего образования, и мне кажется, они очень успешно это решат. Но до сих пор в Германии была совершенно другая картина, потому что это была абсолютная и абсолютно доступная общественная блага. Ноль евро стоимость при поступающей. Ну не ноль, нет, там минимум берут. 250 евро. Да, там берут, нет, берут 500 евро за год примерно, от 300 до 500, чтобы человек чувствовал. Вот были волнения, вы помните, будет несколько лет назад волнение студентов, миллион человек выходило на улицу. А сколько они тогда сделали? 500 евро. Ну по-моему, это и прошло, в результате сейчас... Было ноль. Ну да, было ноль, но сейчас их обязали просто, чтобы они чувствовали некую минимальную минимальную ответственность. И более того, Германия, универсальность доступности, я помню, раньше, по-моему, человек был совершенно бесплатно учиться, там был 35 семестров. Ты мог 17 лет учиться в университете в Германии за государственный счет. Вот по поводу все-таки поддержки государства, это тоже некоторым образом такая историческая уже вещь. Поясню. Потому что государство поддерживало тот самый модернистский университет, гумбольдовский, в силу того, что это было национальное государство. Ему нужно было поддерживать национальную систему образования. Для чего? Для того, что национальное государство поддерживает идеи приоритета не экономики, а политики. То есть, экономика должна служить политическим устремлением государства, ну, для поддержания той или иной территории или того или иного социума в порядке. Сейчас это уже невозможно. Эпоха первая национального государства ушла, второе, ну, чуть-чуть устаревшие данные, сейчас они еще подкорректированы, но буквально вот пару лет назад цифры такие. Из 100 самых крупных бюджетодержателей мира более 50 это транснациональные компании. И уже менее 50 это просто государство. Просто государственные бюджеты все годовые. То есть, понимаешь, уже транснациональные компании становятся богаче, или даже отдельно, богаче государства. Это означает, что финансировать различные типы институты, различного типа институты становится возможным уже не со стороны государства, которые все беднеют и беднеют, а со стороны транснациональных компаний. Ну да, в Финляндии бюджет Ноки, ну, не знаю, как сейчас, но несколько лет назад был больше бюджета Финляндии. Соответственно, кто кого финансирует? Понятно, что не государство, а транснациональные. И они финансируют вузы, имея в виду, что им нужны вполне определенные компетенции, и совсем не те, которые нужны были когда-то государству от граждан. Ну, это же тоже совершенно, так скажем, извращенная система мотиваций. Мы в этом уже живем. Ну, если повестку дня университетского образования, вообще образование станут задавать корпорации. Так и будет, через 10-15 лет. Мы превратимся в винтики в этой корпоративной машине. Да, готовьтесь. Ну, я в этом смысле, чем, собственно, государство, как корпорация отличается от транснациональной корпорации? Ну, мы допускаем, что государство преследует общественное благо, что государство хочет... Я поясню. Сереж, ты задал вопрос, я кратко отвечу. Да. Государство понимает, что, например, нужна фундаментальная наука и лаг исследований фундаментальной науки... Кто понимает? Государство. Государство. Потому что именно она финансировалась национальным государством на протяжении 150 лет. фундаментальная наука в том смысле, что сидит ученый, что-то там изучает элементарные частицы, которые никому не нужны, никому в жизни не пригодятся, или что такое истина. И государство это финансирует. Почему? Потому что она понимает, что ценность этого знания в общем является абсолютным приоритетом для него, для этого государства. Есть, конечно, прикладные исследования и так далее. Вот транснациональные компании или любые компании, не обязательно транснациональные, которые постепенно становятся, все более и более инкорпорируются в управление современными университетами. Они этого не понимают, им просто это не нужно. Не потому что они плохие, они хорошие, прекрасные люди, как правило. Не, ну они бизнес-логику применяют. Они применяют бизнес-логику. Им нужна прибыль. Отдача на инвестиции. Должна быть одна отдача на инвестиции. Совершенно верно. Вот и все. Поэтому постепенно вымывается. Да, Валер, Валер. Ну что тут спорить, если за последние несколько десятилетий не приведу сейчас цифры, да, поэтому можешь и поспорить, но вымывается огромное количество кафедр гуманитарных в современных западных вузах. Притом умирает профессор, кафедра закрывается, передается к каким-нибудь кафедра филолога. Профессор филолога. Она передается биотехнологу. И так далее. Типичный случай для западного. Или еще чаще менеджеру, скажем, кафедры, не знаю, бизнес-процессов или там корпоративно-социальной ответственности. Это нормальная логика. Это... Нет, первое, я же не особенно возражаю, я просто говорю, когда ты разделяешь государство и корпорацию, у меня возникает законное недоумение, чем одно отличается от другого. Я тебе могу сказать, что, например, после войны в Ираке число кафедр ориенталистики в целом по университетам мира возросло в три раза. Потому что нужны специалисты, которые будут говорить, нужна ли война следующая. Это происходит не в рамках контроля транснациональных корпораций, это происходит в рамках той же системы взаимоотношений университетов и государств. И государств. Логика абсолютно та же самая в этом смысле. Ну как, но вот... Нет, подожди, так это не опровергает мои слова, она будет подтверждать мои слова. Разницы между ними нет, вот что я говорю. Теперь говорите другое. корпорации тоже там не... Хорошие корпорации там тоже неглупые люди сидят на HR или там на конкуренном департаменте по стратегии. Равно, как и в государственном управлении. Не точно понимают, что вообще-то говоря, в этом смысле хорошее образование, вот то, о котором мы говорили раньше, оно является универсальной валютой. Значительно более важной может быть, нежели там, не знаю, чем узкозаточенные специалисты. И они поддерживают вот эти вот либеральные искусства и фундаментальные исследования. Они в этом смысле... Внутри вузов нет. Не знаю. Но они делают фонды, которые поддерживают Смотрите, у нас буквально последняя минута осталась. Хочу вот этот вопрос из старого еврейского анекдота. Кто же в лавке остался, да? Так кто же тогда в таком смысле, если и государство ведет себя как корпорация, и корпорации нужна сию минутная прибыль, кто же поддерживает вот эти вот прекрасные идеалы университета, универсального знания, которое будет готовить людей, специалистов, готовых ко всему в мире будущего? Я думаю, через лет, лет через 20 окончательно развалится современная система образования. Она просто придет в полный упадок. После этого возникнут волнения, студентов и преподавателей возникнет новый 68-й год, не знаю, какой это будет, 2030-й, да? И возникнет новый тип университета. Это будет не средневековый, не гумбутовский, не модернистский университет и не современный университет. Появится новая система образования, которая снова вернется к ценности знания, но одновременно с прагматическим уклоном. Прекрасный прогноз от Валерия Анашвили, главный редактор журнала «Логос». Сергей. Я думаю, что в значительной степени образование будет виртуализироваться и будет строиться на совершенно другой технологической платформе. Да, я думаю, что, конечно же, ценность, ядерная ценность образования как высшего образования безусловно останется как ценность создания социального капитала, воспроизводства элит, воспроизводства школы, воспроизводства мышления. Эти функции никуда не уходят на протяжении последних так, ну там, человеческая история трех тысяч лет. Те или иные институты это делают. Это могут делать университеты, возможно, это будет делать какой-то другой институт. Я думаю, что все-таки университеты, потому что, по моим наблюдениям, университеты к этому приспосабливаются. Ничего из университетской идеологии не исчезает. Университет остается, может быть, под другим названием. Ну что же, это более оптимистичный прогноз от Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социально-экономических наук. Ну а я из этой беседы почерпнул в себя прекрасный лозунг Гумбольдского университета «Уединение и свобода». Мне кажется, что с этими двумя идеалами мы можем завершить наш эфир и понадеяться на, по крайней мере, устойчивое будущее современных университетов. Это была программа «Археология». Спасибо, доброй ночи и удачи.